Здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала Чужое мнение. В эфире, новости шоу-бизнеса. 9 мая российский режиссер и актер Федор Бондарчук отмечает свой день рождения. В этом году ему исполнилось 53 года. Он начал свою карьеру как актер и клипмейкер, а первым режиссерским фильмом артиста стала военная драма «Девятая рота». Федор Бондарчук родился 9 мая 1967 года в Москве в семье народной артистки РСФСР Ирины Скопцеева и режиссера Сергея Бондарчука. По окончанию школы в 1985 году он пытался поступить в МГИМО, но во вступительном сочинении сделал 37 ошибок. Тогда отец решил отдать сына в Авгик на режиссерско-постановочный факультет. Дебютировал в кино Бондарчук в 1986 году, тогда он получил небольшую роль в исторической драме своего отца Борис Годунов. Он также исполнил главную роль в фильме «Безразличие». После этого в 1992 году последовали фильмы «Бессы и арбитры Ивана Ахлобыстина». Кроме того, Бондарчук прославился и как клипмейкер. В 1990 году он снял клип Сергею Мазаеву на песню «До свидания, мама». Затем были другие звезды, среди которых Наталья Витлийская, Владимир Пресняков, Кристина Арбакайте, Анжелика Варум. В 1993 году за свою работу в области музыкального видео он был награжден премией «Овация». В 2005 году Бондарчук снимает фильм «Девятая рота», дебют Федора как режиссера. Съемки картины проходили в Крыму и длились пять месяцев. В итоге лента была удостоена семи кинонаград и собрала в прокате 25 миллионов долларов. Бондарчук два раза женился. Так, со своей первой женой Светланой артист познакомился еще будучи студентом в ГИКа. Долгое время пара считалась одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В браке у супругов родилось двое детей — сын Сергея и дочь Варвара. Однако в марте 2016 года Федор и Светлана заявили о разводе спустя 25 лет брака. А спустя время стало известно о романе Бондарчука с молодой актрисой Паулиной Андреевой. 17 сентября 2019 года состоялась свадьба пары. Примечательно, что с начала романа с Паулиной во внешнем виде Бондарчука произошли изменения. В частности, он заметно похудел. Бондарчук и Андреева пригласили на свадьбу около 200 человек, среди которых было много знаменитостей. Предполагалось, что торжественное мероприятие влетит режиссеру в круглую сумму. Он снял особняк середины 18 века на Невском, дом Бегровых. Позже гостей неожиданно направили в Юсуповский дворец. Молодожены не появлялись перед камерами до глубокой ночи. Но это уже другая история. Оставляйте свои мысли по этому поводу в комментариях, и помните, мы ценим чужое мнение, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. Субтитры создавал DimaTorzok